Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас в фэнтезийных мирах появляется новая игра под названием Ведьмак. Естественно, в 2015 году назвать эту игру новой можно только лишь в символических кавычках. Новая она лишь для меня. Я, наверное, один из тех немногих людей, который никогда, никогда не играл в серию игр Ведьмак. Я, конечно, много наслышан о ней, знаю, что она была создана по мотивам романов Анжиа Сапковского, польского писателя. И история этой игры продолжается после последней книги Сапковского. Мы будем играть за Ведьмака, охотника на чудовищ. Игра вышла еще в 2007 году, но, к сожалению, тогда я был далек от компьютерных игр и уже, конечно, не думал, что когда-нибудь к ним вернусь. И тем более уж создам канал и буду заливать сюда этого Ведьмака. Когда вышла вторая часть в 2012 году, я тоже не смог в нее поиграть. Лишь только вот, спустя несколько месяцев, когда вышла третья часть в мае этого года, я решил все-таки пройти Ведьмака не с третьей части, как делают многие, а начать с самого нуля. С самой первой части и узнать всю историю о Ведьмаке. По-моему, его зовут Геральт, если я не ошибаюсь. Парень с длинными молочными волосами, белыми молочными волосами. Мои коллеги и друзья говорят, что очень мне завидуют, поскольку я тот самый человек, который никогда не играл Ведьмака. Они бы сделали все, чтобы забыть историю Ведьмака и переиграть ее снова. И поэтому вдохновленной их поддержкой я буду начинать это прохождение. То есть, эту зиму и, возможно, часть весны, друзья, мы в фэнтезийных мирах в этом разделе проведем именно с Ведьмаком Геральдом. Ну что ж, нам остается только нажать на надпись «Новую игру». Но перед этим, друзья, я хотел бы вам, перед тем, как начнется новая игра, показать заставку, которая идет сразу после того, как мы установили игру. И при первом запуске идет предыстория того, чем занимается Ведьмак, занимался Ведьмак в книгах, как он охотился на монстров и немножко показаны его способности, его навыки. Ролик где-то длится около 5-7 минут. А после того, как он закончится, друзья, мы начнем сюжетную часть и погрузимся в этот прекрасный фэнтезийный мир чудовищ, приключений и магии. Его звали Геральд из Аривии. Он был Ведьмаком, убийцей чудовищ. Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью, стрыгой, предатель, наложивший проклятие, стал приманкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Тихо! 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 Продолжение следует... 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 Мир изменился с приходом Великой Войны... Часа меча и топора... Часа презрения... Геральт исчез, но он не забыт... Впрочем, это уже совсем другая история... Продолжение следует... Вот так, друзья, провел свое прошлое Ведьмак... И сейчас начнется его новая история... Теперь нам нужно выбрать режим... Выбрать режим, в котором мы будем играть... Итак, давайте читать... Ведьмак, захватывающие приключения в мире, где нет деления на добро и зло... А есть только поступки и их последствия... А это, наверное, дополнение, друзья... Новые приключения... У меня полное издание... Ведьмака... Сюда включено практически все... Плюс улучшена графика... Не знаю, как это будет выглядеть... Но снимать будем в максимальном, естественно, разрешении... И на максимальных настройках... Давайте попробуем... Загрузиться... Ух ты, здесь еще не все... Да, здесь еще существует уровень сложности... Поскольку, друзья, я про Ведьмака ничего не знаю... Думаю... Тяжело выбирать пока не будем... Может быть, в следующих частях Ведьмака попробуем... А пока давайте выберем сложность... Нормально... Итак, еще дальше нам дают... Выбор режима управления... Управление мыши в основном... Умная изометрическая камера... Легкое управление... Рекомендуется обычными игроками... Тем, кто хочет получить стратегический обзор битвы... Режим управления можно изменить в любой момент... А, это можно изменить... Как можно мычкой играть... Это как... Воркрафт, что ли, получится, да? Возможно... Только горячие клавиши, наверное... А, таких горячих клавишей, наверное, же не будет... Ну ладно, друзья... Будем играть по старинке, как мы умеем... Одной мышкой, естественно, играть не будем... Начинается загрузка... И сейчас мы узнаем о том, что же случилось с Ведьмаком после окончания романов Анжея Сапковски... Загружается территория Каэр Морхен... Если я правильно прочитал, конечно... Игра полностью локализирована... Имеет полную русскую озвучку... И, надеюсь, она будет качественной... Вот уже пять лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесенные Великой Войной. Чума и болот терзают страну, и никто не считает их жертвой. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов... Скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях былых сражений. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос... Что стало с Ведьмаками? Голубые горы к северу от Каэдвега. 1270-й год. Со дня окончания Великой Войны прошло пять лет. 24 каэдвега. Каэдвега. Каэ Каэдвега. Акция СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где я? Лежи. Все в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэрмархене. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Завитрис Ваше время истекает, ведьмаки Радуйтесь жизни, пока можно Не так! Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины Всегда! Всего два дня прошло, как тебя нашли Это твоя заслуга Спасибо, Трис Ты что-то помнишь? Взгляни Помню движение Пируэт Защита Удар Не могу объяснить, но есть связь между нами Ты была важна для меня Геральт О! Должен обдумать Ты все вспомнишь? В Каэре Морхене Время не спешит Ха! Вышло! Неплохо Отдохни Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Ждем остальных Он один Профессор обещал 50 аренов за каждого вырядка Он мой Весемир, у нас гости? Я закрою ворота Геральт, хватай меч с тренажера Итак, друзья Походу битвы нам не миновать Начинается наш тренинг Напомню, что находимся мы В цитадели тех самых ведьмаков Которая, видимо, судя по всему Пострадала Идут атаки на нее постоянные И вот Геральт Был найден где-то недалеко в лесу И привезен сюда на телеге Он ничего не помнит И теперь будет Потихоньку Восстанавливать свои воспоминания Чтобы Снова Стать ведьмаком Которым он и был раньше Давайте же Идти по пути подсказок И По пути подсказок И будем Делать то, что нам говорят Наведите курсор на меч И нажмите левую клавишу мыши Чтобы поднять его Окей Так Меч Меч я вижу Меч я вижу Так Меч берем А, вот так Здесь еще надо и камерой работать Чтобы атаковать врага Щелкните по нему Левой кнопкой Под враждебными персонажами Расположены красные Индикаторы жизни Персонажи с зелеными Индикаторами Дружески Расположены к Геральту Чтобы атаковать врага Щелкните по нему Левой кнопкой мыши Я думаю Здесь не будет Сложных комбинаций Как это было Например В Blade of Darkness Здесь мы будем Просто щелкать мышью Наверное Ну, сейчас узнаем Какая здесь Тактика ведения боя Что я не могу попасть Для меня Это Пока что Что такое Слишком рано Так, я по-моему Начинаю Понимать Два раза бить нельзя То есть Нажал один раз И ждем Да, я так понял Может Надо кого-то убить Побыстрее Да, я нажал И жду Больше ничего делать Не надо Походу Как ты себя чувствуешь Хорошо Кто-нибудь знает Кто на нас напал Обычные бандиты Никогда не пошли бы В Каэр Морхен Это мы и так знаем Меригальд Могла бы использовать Свою расчудесную магию Всему свое время Ламберт Хватит Нужно проверить Все проходы Идем В верхний двор В режиме Вид от третьего лица Для управления движением Используйте клавиши О боже CFV Это русская локализация Это теперь Понимать Где тут такие клавиши В общем клавиши управления W ASD Вот это не надо было Наверное переводить Все дословно Поворачивайте камеру С помощью мыши Нажмите И держите Shift Чтобы использовать Курсор мыши Переключение В другие режимы Камеры Производятся Клавишами F1 и F2 Понятно Все Я могу Передвигаться Да Интересно Обыскивать этих ребят Я могу Нет Это же RPG Меч я вытащить Лишний раз Не могу Ну да ладно А что такое Shift А Shift Понятно Это я так понял На магию расчет Если вдруг Не надо будет Кого-то Шлепнуть Сдалека Или лук Например Не знаю Будет у Геральта Лук или нет Но маг У нас только пока Вот та девушка Я забыл Как ее зовут Ну что ж Вот так у нас Выглядит Ведьмак 2007 года Естественно В новых поколениях Игр он будет Улучшаться Улучшаться И улучшаться В плане графики Естественно В плане геймплея Игра должна быть Идеальной Вот меня ждет Братва Сейчас мы посмотрим На их имена Трис Это маг Женщина маг Лео Ламберт Эскелли Весемир Это все ведьмаки Которые видимо Остались после Постоянных нападений На цитадель И вообще Ну и конечно же Наш ведьмак Геральт Ну давайте Отправимся Вслед за Нашей брагой Как-то он Очень быстро Бегает Я не знаю Можно ли здесь Бегать Помедленней Идем следом За Ламбертом Посмотрим Куда он нас Приведет Что происходит Пробуют Пробуют Пробить ворота Без Тарана Они могут Все Да А это что? Химера Трудная Тварь Савола Знаю его Безумно Тщеславный Аморальный Маг Огромное Насекомое Пробирается На территорию Цитадели Готовьтесь И неужели Мы его Победим Их больше Они уже На верхнем дворе Тот тип В очках Профессор Наемный Убийца Я чувствую Магию Среди них Есть Чародей Кстати Тип В очках 13 век На дворе У него очки А он Профессор Тогда понятно Откуда У него очки Если очки Значит Профессор Профессор Разыскивается В Редании Темирии Каэдвени Настоящий Ублюдок Я не слышала О таком Чародеи Меригольд Мне куда Интереснее Сможешь ли Ты Обезвредить Саволу Остальная Работа Ведьмаков Я попробую Они приближаются Химера Одно Из опаснейших Чудовищ С которыми Мне доводилось Иметь дело Но она Очень чувствительна К громким звукам Колокола На верхнем дворе Именно Эскель Ламберт Остановите Химеру И бандитов Лео Отойди в тыл Геральт Ты откроешь Ворота В верхний двор Когда мы Окажемся там Трис Сможешь Остановить Саволу И его Зеленого Любимца А мы Тогда Разберемся С профессором И неизвестным Магом Я что-нибудь Придумаю Давайте Пустим им Кровь до того Как отступим Геральт Иди вдоль стены И прорывайся В башню Там есть проход В верхний двор Один Они просто бандиты Пускай один из них Известен Но он тоже Всего лишь человек Ты должен открыть Ворота Мы будем ждать У ворот Удачи Волк Вот так Вот так вот Сразу нас Друзья Бросают В бой Следуйте За маркером На миникарте Чтобы проследить Путь К цели Квеста Щелкните На значке Карты Или нажмите Блин Мягкий знак Букву М Мэп Чтобы увидеть Карту Местности Я вот только Не понял Как Настоящее имя Этой девушки Трис Или Меригальд Или На Ее три зовут Стоять Куда ты пошел Да Ее три зовут Мини карта Вверху И нам придется Драться Сейчас Вот так Я Вышел Только Только Из комы И меня Сразу бросают В бой Вы можете Использовать Серии атак Чтобы убивать Врагов Более эффективно Для этого Нажимайте Левую кнопку Мыши Только когда Ваш курсор Примет форму Пылающего меча Проведение серии атак Требует точного Чувства ритма Щелкая Слишком рано Вы нарушите Серию Слишком поздний Щелчок Начнет серию Сначала Вот это да Мне еще Чувство ритма Здесь нужно будет Интересная Довольно Здесь Система Боя С такой Наверное Еще не встречался Это Кутээ Такое Своеобразное Ну что ж Давайте Попробуем Чувство ритма Поймать У ведьмака Так Сначала Бьем Потом Чувство ритма По моему Я поймал Да Не знаю Поймал Или не поймал Очень быстро Он носится Кстати По крепости Даже не успеваю Просто Вы только что Оглушили Своего противника Теперь его Можно добить Одним щелчком Мыши Атаки Имеют шанс Вызвать критические Эффекты Такие как Оглушение Кровопотеря И боль Ну это понятно А как мы его добивать То будем А Ух ты Как кроваво Сколько крови Посмотрите Просто Весь экран Мне забрызгали Так Так То есть Серия Атак Серия Атак Не дает Меня ударить Это как бы Защита Своеобразная Да Я так понял Окей Я понимаю Начинаю Входить Во вкус Как говорится Собственно Ничего сложного Единственное Что непонятно Где здесь Уворот Может я конечно Неправильно Дерусь Нет Правильно Раз считается Мои удары Постоянно считаются Значит Серия Получается Сейчас Ты у меня Завяжишь И вот что интересно Я сейчас дерусь С одним А второй Просто смотрит Это не очень Реалистично А нет Он меня Ух ты Красиво Красиво Второй Как-то Не очень Активно На меня Нападает Вот это Мне нравится Это Очень Круто Так Так Куда Идем Дальше Мини Карта Показывает Чтобы я Поднимался Наверх Вот еще Здесь Один Какой-то Укурыш Стоит Итак Быстрый Стиль Боя Используйте Быстрый Стиль Во время Сражения С ловкими Противниками Переключиться На него Можно Щелкнув По значку С изображением Головы Кошки Или Нажав Клавишу Ч Что такое Мать О, ч Клавишу Х Как же Это все Запомнить Сколько Тут Клавиш А Можно Просто Выбрать Кошка Это Вот Это Кошка Или Это Кошка Нет Это Волк По-моему Это Кошка Ну Давайте Попробуем А Вот Да Кошка А Здесь Я уже С хитрецой Подхожу К вопросу Начинаю Бить По сухожилиям Там Сонную артерию Там Задеваю Смотрите Кто Куда Упал А Я Привык Лут Собирать С них Здесь Лута Пока Мне Нет Это Обучение В принципе Но Потом Думаю Лут Будет Используйте Силовой Стиль Чтобы Победить Крепких Противников Переключиться На него Можно Щелкнув По значку С изображением Головы Волка Или Нажав Клавишу Z Так Я Разминаю Свою Пятерню Левую Чтобы Вовремя Нажимать Warcraft Но там Тоже Горячие Клавиши Были Жизненно Важны Ну Что Ж Давайте Нажмем Клавишу Я Силовой Это Для Больших Ребят Да С топором Палачи Блин Просто Жалко Что Нет Здесь Какого Нибудь Экстренного Применения Какого Хитрого Хода Там Увернулся Например Успел Нажать Продырявил Что Это Голуби А Я думал С птичками Драться Придется Это Надписи Просто Слились Вдали Нажмите Пробел Чтобы Включить Или Выключить Режим Активной Паузы А Я еще Паузу Могу Жать Блин Я Не Привык Я думал Здесь Не Тактическая РПГ Здесь Еще Стратегия Смотрите Друзья Я могу Камеру Повернуть И Выбрать Что Мне Нужно Вообще Свободно И Подсказки Здесь Есть Так что Я думаю Не Запутаюсь Ну Ой Что-то Не то Нажал Это Ловкач Да Что Слишком Рано Мать Твою Здоровяк Не мешай Нам Не мешай Я сейчас Это На меня Два Сразу Друзья Два Вида Вот Как Блокировать Удар Ух Вы Видели Что Я Сделал Слишком Рано Бить Не Спешим Бьем Медленно Ну Не знаю Мне Эта Система Боя Уже Нравится Смотрите Там Уже Братья Наши Подошли Помогают А вот Лучник Не Очень Мне Нравится Что Меня С С ними Разобраться Да Их Много Они Меня Бьют С Лука Так Ладненько Сейчас Сейчас Я вам Покажу Уроды Я Дошел Да Да Дошел Но Они Меня Преследуют Какая Большая Яма Или Я не Туда Пришел Я Ничего Абсолютно Не Делаю Прыгает Сам Геральт Вот Так Я Ушел От Преследования Здесь Не Пройти За Мной Назад К Саволе Кстати Не Обратил Внимание Это Какой Большой Парень Бежит Не Обратил Внимание На Линию Жизни Она У меня Все Так И Есть Смотрите Вверху Еще Что То Желтенькое Наверное Манна Или Что То Еще В Бои Пока Что Какие-то Котлы Пока Что Умеренной Сложности Вот Только Клавиши Нужно Успевать Переключать На Быстрых Так Братва Пришла Нажмем Паузу Выберем Волка И добьем Их Уберем Паузу Нас Просили Поработать Немножко С паузой Ну В общем Это И Получается Единственное Что Мне Нарвится Что Лучники Стоят Смотрят Как Я Убиваю Их Товарища Как То Реализма Чуть Поубавляется Хотя Вот Сейчас Нормально Работает А Че Не Могу А Он Ловкий Мать Его Ж Он Ж Ловкий Я Думал Он Деревянный А он Оказывается Нет Так Что У меня Здесь Небольшие Проблемы Стоять А как Тут Добивать Так Красиво Добивал Перед Этим А теперь Что-то Не Получается Нормалек Вон Те Ворота Мне Нужно Будет Сразиться Останки О Друзья Я могу Наконец Обобрать Трупы Кремень Обычный Предмет Позволяет Разжечь Огонь Используется Только Один Раз Дважды Щелкните Мышкой Или Перетащите Предмет А Пардон Куда Перетаскивать В сумку Да Да В сумку У меня Три Слота Я надеюсь Будет Какие То Улучшения Потому Что Три Мне Всегда Мало В ролевых Играх Я Всегда Ношу Очень Много С собой Так А как Отсюда Выйти Понятно Наконец То Я могу Обирать Это Я люблю Больше Всего Честно Булочка Еда Восстанавливает Здоровье Можно Также Продать Или Подарить Будочку Может Трис А вот Тут Водичка Какая Ух Тут Что Такое Вход В крепость Водичка Стоит Нет Не для Меня Нет Не для Меня Довольно Уникальная Здесь Система Поведения Персонажа Еще Надо И мышкой Наводить На нужный Предмет То есть Пропустить Очень Легко Что Либо Хотя Оно Все Подписывается Да У меня Здесь Братва Братва Меня Уже Ждет Плюс Голуби Ну Поехали Так Первый Сильный Второй А где Мои А Мать А как Почему Меч Исчез Вы Не можете Разговаривать С другими Персонаж А Вот Так Да Да Вот так Теперь Кошка У меня Стоит Я Наверное Плохо Стал Что Мне Так Кажется Да Может Как-то Перебегать Да Чтобы Они В спину Не Били А Перевод Здесь Конечно Такой Примитивненький Но Ностальгия Берет Это Перевод Середины 2000 Годов Когда Только Только Появлялась Российская Локализация Бука И Такое Прочее Пытались Делать Хорошо Но Раньше Звучало Это Нормально Сейчас Как-то Так Конечно Немножко Режет Слух Непрофессиональные Актеры Кроме Конечно Безусловно Самого Геральта Геральт Геральт Кстати Голос Очень знаком Я не знаю Кто его Озвучивает Но кто-то Кто озвучивал Сериал Или фильм Где-то Его уже Слышал Ладенько Использование Объектов Щелкните Левой кнопкой Мыши По лебедке Чтобы открыть Ворота Нажмите Альт Чтобы подсветить Все годные Для использования Объекты Поблизости Объекты Нельзя Использовать В боевом Режиме Так Я понял Вас Можно Выключить Да Небоевой Режим Нажимаем Альт И смотрим Лебедка Бандит Саламандра Может еще Что-нибудь Нам Подбросят Да Нет Ну давайте Спасем Наших Ребят Интересно Нажимать В боевом Режиме Можно Кстати А как Доставать Меч Быстро Клавишей Нажмите Клавишу Тап Или щелкните Левой мышки Для выбора А не хочу Не хочу я Нажимать Клавишу Вот я Нажимаю Тап Друзья Ничего Не происходит Так как же Мне Или в паузе В меню Паузы Не понял Как быстро Доставать Меч Не достается Видимо Когда только Враги Рядом Можно это Делать Ладненько Открываем Ворота Трис Работает С помощью Магии Какой-то Купец Жирный Был Но ребята Уже Обосрались Если честно А вот Теперь Обосрались По-моему Мы Это Большое Насекомое Да Мы Точно Обосрались Но ничего Я думаю Мы сейчас Отступим А потом Дадим Ему Бой Если бы Не Трис Нам бы Конец Настал Черт Трис Сможет быть Лео Я справлюсь Наряжение Щелкните Левой мышки На значке Сумки Сумки А где Сумка Или Нажмите Клавишу Ш Блин Что же Такое Ш Ш Это Кнопка И Инвентарь Щелкните Правой По Эликсир Грома Чтобы Выпить Его Эликсир И можно Также Размещать Специальные Ячейки Быстрого Доступа Интересно Где Эта Ячейка Задание Обновлено Защита Каэр Морхена Что делать Ну По Картике Я понял Кстати Трис Довольно Такие Интересные Особые Я бы С ней Конечно Выпил Пару Рюмочек Какого Нибудь Эли Но Думаю Всему Своё Время Так Куда Мне Ити А Вот Сюда Мне Ити В общем Мы Поняли Друзья Маг Проник На Цитаделью Ведьмаков Чтобы Проникнуть В Лабораторию Там Находится Какой-то Секретный Объект И что-то Не хотят Получить Мне Дали В напарнике Вот этого Юнца Какой-то Он Неопытный Наверное Самый Младший Из всех Потому что У остальных Есть усы И борода А у него Нет Ну у меня Конечно Нет У меня Есть длинные Волосы У него Еще не Успели Вырасти Кстати Длинные Волосы Почему Они белые Друзья Это Я тоже Интересовался Неужели Думал Наш Ведьмак Увидел Чудовище Испугался И посидел В одной Избийств Но на самом Деле Все По-другому Друзья В крепости Цитадели Вот этой Которой мы Находимся Каэр Морхен По-моему Я надеюсь Правильно Произношу Каэр Морхен Потому что В заставке Произносили По-другому Каэр Морхен Ну как-то Оно не так Звучит Как хотелось А вот Каэр Морхен Мне нравится Больше Так вот В этой крепости Подготавливали Ведьмаков С самого Раннего Детства Брали детей Например Человек 20-30 Ну это Может быть Преувеличу Конечно Книгу Я не читал Просто Ознакомливался Кто такие Ведьмаки И подготавливали Из них Настоящих Охотников На чудовищ Их закаляли Битвой Магией Выживанием Они Не Пардон У меня здесь интервью Подожди Подожди Мы все успеем Я думаю Без нас не начнется Так вот И еще Ведьмаки Обладают Абсолютным Иммунитетом К любой болезни И из этих Набранных Детей Выживало Ну процентов По моему 30 или 40 Остальные все Умирали В жутких Испытаниях И муках И каждый Из Молодых Ведьмаков Получал Побочный Эффект С чем С чем Получил Белые Молочные Молочные Можно сказать Даже Волосы Это его Побочный Эффект Я думаю Не самый страшный Зато он У нас Теперь Заметен И отличается От массы Остальных Ведьмаков Ну что ж Друзья Дальше у нас Ход в крепость Я не знаю Что там нас ждет Наша пробная Серия По ведьмаку Будет Заканчиваться Я попробую Сохраниться Сейчас Пойду еще Перетру Стрис Может о чем Тогда Добазаримся Но в любом Случа Я попробую Сохраниться Чтобы потом Не обломаться Надеюсь Это можно Сделать Я думаю Да Проверю Сохранение Загрузки Уже во второй Серии Мы проникнем В крепость Друзья Ну что ж Спасибо что Смотрели Если понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На канал С вами был Дмитрий Канал Шедвель Игровые миры Пока